В России продолжается сельхозперепись. Во многих районах опросили треть личных подсобных хозяйств. Переписчики работают уже 13 дней. Сегодня вместе с ними на обход дворов и предприятий отправился и глава республики Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Одними из первых в поселке Новые Тренькосы участие в переписи приняла семья Александровых. В своем личном подсобном хозяйстве они содержат быков, выращивают овощи и фрукты. В супруге, говорит переписчик, ответили честно на все вопросы. Я пришла к этим хозяинам, они меня встретили очень доброжелательно и решили показать свой участок. В основном, конечно, все желают достоинство показать, чем они занимаются, что они выращивают, что такое даже у кого-то есть экзотическое, интересное. На крупных сельхозпредприятиях перепись проводят по другим правилам. Работники сами обязаны заполнить бланки и предоставить их в органы статистики. Собирать данные об агрофирме Альдеевская начали недавно. Главе республики и руководителю Росстата показали инновационные системы, которыми оснащены теплицы. У нас есть система зашторивания для затенения жаркой и летней погоды. Сейчас в агрофирме с каждого квадратного метра собирают более 50 килограмм автоматов. Получать высокие урожаи помогают и шмели. В теплице их завозят специально для опыления кустов. Каждые три недели завозятся шмели на гектар где-то 3-4 улья. На 2-гектарнике где-то около 30 шмелиных ульев. Огурцы и томаты от вредителей оберегают энтомофагия. Этих насекомых многим тепличным хозяйством приходится закупать за рубежом. В агрофирме Чебоксарского района их научились разводить сами. Эту информацию тоже внесут в переписные бланки. Это амблисинс, который обладает, это насекомое. Оно на трубях разводится, в тазах. Оно вот само прогрызает пакетик. Сколько человек работают на предприятии, что выращивают, какие объекты возводят. В переписных листах для подобных агрофирм указали более 30 вопросов. В отличие от других, от населения, допустим, альдеевская агрофирма, она должна обязательно отчитаться. Нам, республики, я считаю, что это единственный такой крупный холдинг, который занимается выращиванием овощей, закрытого грунта. И он будет картину по всей республике делать. Несмотря на плотный рабочий график, в обеденный перерыв участие в переписи приняла глава республики. Специалисты Чувашстата Михаил Игнатьев принял в своем загородном доме в деревне Яныши. Укажите число членов домохозяйства, занятых в личном подсобном хозяйстве в возрасте от 12 лет и старше. Четыре? Четыре человека. Сам, супруга. Глава республики отмечают, что только после переписи возможно выстроить эффективную аграрную политику. Сельскохозяйственная, всероссийская перепись проводится для нас прежде всего. Для того, чтобы выполнять эту государственную задачу, понять на выходе на потребительском рынке, какая продукция сельскохозяйственная, яблоки, фрукты, ягоды, сколько производится. И россияне, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности России, сколько обеспечивает потребительский рынок Российской Федерации. С учетом тенденции на импортозамещение это очень важно. Михаил Игнатьев призвал принять участие в сельхозпереписи всех жителей республики. Надо говорить правду. От этой правды на уровне Российской Федерации будут приняты соответствующие уже управленческие решения. То, что есть, она убедилась, посмотрели, посчитали количество яблонь, кустарников, ягодников. Все открыто, все прозрачно. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.